Вот уже больше месяца двор-терьер Дашка вынуждена сидеть на цепи. Оттого и гостей встречает рычание. Её хозяйка Марина Клёнова рассказывает, совсем недавно дача была местом семейного отдыха. Теперь больше напоминает нефтебазу. Запах стоит круглые сутки, а купаться в местном озере опасно как для людей, так и для животных. У нас собака привязана, она постоянно купалась в речке, а сейчас боимся спускать. Рыба вся умерла, птица вся в дальние озера перелетела, солярка плавает, вот трава плавает, всё вдоль берегу. Можете зайти посмотреть, там радуга, всё. Такой радуге местные жители не рады. За помощью они обратились в городской департамент благоустройства и экологии и в нашу телекомпанию. За дело взялись специалисты. Им предстоит очистить озеро от нефтепродукта. У нас разбито на три варианта решения проблемы. Это очистка непосредственно водной акватории, это очистка прибрежной полосы озера Дубовый Ерик. И также мы рассматриваем привлечь население, чтобы они в своей части индивидуальных домовладений почистили участки водной акватории, которая непосредственно примыкает к их земельному участку. На просьбу жители откликнулись охотно, говорят, готовы на всё, чтобы придать озеру былую чистоту. Старица Дубовый Ерик длиной всего в пять километров. Сейчас на водоеме ставят специальные барьеры, так называемые боновые заграждения из специальной ткани, обладающей высокой прочностью, стойкой к воздействию кислот, щелочей, нефти и нефтепродуктов. Мы данный водоем разделили на сектора, дабы отгородить у нас, скажем так, поверхность загрязненную от еще не загрязненной. Мы локализовали пятно, и дальше она распространяться уже не будет. А дальше потом уже по сегментам начнем очистку. Первоначальный этап очистки воды тоже начат. На нее сыпят древесные опилки, обработанные спецраствором, который, обходя воду, впитывает себя пленку, скопившуюся на поверхности озера. По одной из версий, попасть в воду нефть могла в результате утечки из трубопровода или из ливневой канализации, куда нарушители, возможно, сливали отходы. Виновников пока не нашли. Их ждет штраф и расплата за нанесенный природе ущерб. Его масштабы будут известны после проведения экспертизы.